ура народ вы не спите в инсте что ли привет привет ага правда сегодня готова кого-то подсоединить прямому эфиру он как всегда неожиданный потому что у меня свободный вечер и я на даче вот у меня сегодня отдых с обеда завтра только три онлайн клиента нет завтра 4 послезавтра только три онлайн клиента это для меня прямо выходные и так как они онлайн клиента я решила эти дни провести на даче вот я здесь одна тишина необыкновенная что-то там бурчит телевизор и я думаю сбегаю к я к вам узнаю как у вас дела потому что давно не общались давно не было в эфире тревогу пытается прикрыть инстаграма ну да бывает такое мы часто часто ищем какие-то замены пытаясь что-то найти успокоительное отвлекающие и тогда становится все вроде бы поменьше 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 тревожнее что мы будем делать сегодня я готова мой чок тут на даче салют камарада завтра с утра пойду снег чистить так ну что здесь кто-то прямо понакидал мне запросы в эфир вот смотрите rbx man евгения а так варяша виктория валерия азиза кого кого присоединить чтобы мы поговорили может быть какую-то мини-сессию сделали вероника кто не хочет ко мне в прямой эфир сразу убирайте свои запросы чтобы я на вас не нажала а вы в ужасе не отпрыгнули от экрана давайте-ка по-серьезному кто готов давайте нику ли натали солнце ульяна только добавляется кто готов все готовы сейчас нажимаю вот отворачиваюсь и нажимаю на обум так не вышло так не вышло алло отклонил вот говорила же не хотите уберите свои запросы на видео больше часа все равно не смогу с вами быть а так просто трачу время давайте фан встречу в белоруссии так кто сходил по моему совету к психологу очень интересно как сходил так кому то плохо переживает расставание с молодым человеком что делать если мама цепляется по мелочам ну возможно для вас это мелочи для мамы не мелочи или ну как то у вас такой договор с мамой доставать друг друга когда самому плохо так бывает вот мне плохо мне надо кого-то подоставать и мне станет легче мама может быть накручивать на работе может быть она устает может быть очень сильно переживает за тебя и вот она приходит и давай докапываться до тебя по всяким мелочам как побороть лень с ленью бороться бесполезно она всегда победит поэтому прежде чем называть это ленью нужно понять чему есть яркое сопротивление может быть какие-то страхи может быть какое-то такое отторжение чего-то прямо кардинальное надо просто понять может быть это накопившаяся усталость может быть это повышенный уровень тревоги сумасшедший когда боишься что-то начать потому что есть уверенность что обязательно плохо закончится или ничего не получится о фан-встрече новости есть сейчас о моей фан-встрече в москве новости есть сейчас запускается опросник кто хочет пойти ко мне на фан-встречу кто готов пойти уже объявлено что там будет несколько таких зон будет вип зона где я буду общаться с людьми проводить мини-сессии отвечать на вопросы более расширенно есть видимо зона стандарт и есть зона такая для тех кто не готов платить много и будет там по-моему будет даже кофе-брейк ну в общем что-то я безусловно приглашу каких-то интересных людей намечается эта фан-встреча на конец марта пока вот ну а так моя жизнь кому интересно заполнена до краев сейчас если следите за мной видели я меняю место дислокации мой кабинет сейчас будет на Петровке в шикарном пространстве которое называется РУМС там администратор гардероб чай кофе все в современном ремонте все идеально как я люблю в светлых тонах в общем красота необыкновенная вот решила я что уровню моих клиентов в кабинет должен соответствовать до этого все таки он слишком маленький слишком скромненький был вот и люди должны были ждать и пока я выйду за очередным клиентом на лестницу должны были стоять и ждать в общем вот так вот я решила сейчас правда цена за аренду этого кабинета будет в три раза больше вот но что делать с деньгами тоже надо уметь расставаться в школе я учусь их зарабатывать это тоже очень важная часть фан встреча будет где-то в каком-то лофте мы сначала думали может быть организовать ее где-то в отеле в хорошем ну вот мне нравится национальная Мариотт гранд отель на Тверской но подумали что это слишком пафосные места и далеко не всем подходит поэтому ребята организаторы решили найти какое-то лофт пространство хорошее комфортное где мы соберемся и будем говорить немножко о пацанках но больше конечно о вас о ваших болях о ваших тревогах о ваших переживаниях о том какие проблемы кардинальные перед вами стоят вы знаете я вот уже сториз записывала я выступала на конференции студенческих отрядов день рождения за последнее время еще снялась документальном фильме тоже комментировала меня всегда радует как вы реагируете на мои комментарии в интернет-издании Star Hits на разные темы это я делаю раз в неделю потом участвовала ну это я уже в прошлый раз говорила участвовала в интересном мероприятии одного YouTube канала вот на днях меня приглашают на целый день на съемки тоже интересный проект такие полные психотерапевтические сессии часовые с четырьмя разными людьми один за одним достаточно популярные блогеры это будут что еще в моей жизни происходит готовлюсь и общаюсь с огромным количеством людей в университет Синергия там есть планы по работе за тем что еще у меня ну в общем дофига и конечно же вы мои любимые подписчики и мои любимые клиенты иногда вы знаете правда устаю до такой степени что еду домой в такси и сижу и плачу плачу не потому что там плохо или что-то а понимаю что вот вот все соки выжила из себя вся энергия ушла прихожу домой что-то перекусываю и сразу ложусь спать но поняла что в таком темпе я долго не вытяну и стала как-то побережнее к себе относиться вот выкроила себе прям практически три дня отдыха с минимальным то есть три-четыре человека в день это для меня вообще не работа а удовольствие сегодня вот было три клиента я аж заскучала видите как вечером вот решила выскочить к вам кое-как сегодня попала на свою дачу потому что снега навалило а я давно не была здесь я не была с четвертого февраля вот и ворота мои не открывались и хорошо таксист хороший попался в общем поподкапывал перелез через забор подергал там в общем минут десять это заняло хорошо что есть рядом добрые люди и вот этот водитель такси тоже попался очень хороший не оставил меня одну у ворот разгреб все сделал занес все мои вещи на крыльцо и только потом уехал так что спасибо ему большое еще раз убеждаюсь что в нашем мире в нашей стране огромное количество добрых ответственных людей вот на фан встречу на свою безусловно приглашаю всех мне будет очень приятно видеть вас вживую ответить на ваши вопросы может быть будет кто-то из пацанок пока не знаю я их не приглашаю как-то мне ну некорректно что ли кажется приглашать всех вот двадцать пятого числа будет фан встреча у Леры Амины Рони там еще кто-то из девчонок я не помню кто меня они приглашают на фан встречу и я честно сказала организаторам что очень постараюсь быть но этот день двадцать пятое число у меня уже расписан с утра до вечера а так как фан встреча днем то у меня меньше шансов на нее попасть я конечно постараюсь вот после праздников может быть отменятся клиенты может быть посвободнее будет и я тогда смогу приехать может быть даже в конце но как-то постараюсь быть но там я ничего не буду говорить скорее всего или выйду скажу приветственное слово то есть если я там и буду то у меня будет очень мало а моя фан встреча она нацелена именно на диалог с публикой на ответы на вопросы ну не из категории а как там Кира а кого вы больше любили а кто самый тяжелый был для вас клиент на эти вопросы и в обычной переписке в директе не отвечаю и на фан встречи отвечать не буду но пройдусь по работе с каждой что для меня было проблематичным что для меня было важным в работе как я оцениваю результаты своей работы потому что я не имею права оценивать результаты достижения девочек я им только могу радоваться но свою работу я имею право достаточно критично оценить и ну как то прокомментировать вот и плюсы и минусы я их никогда не скрываю потому что ну я не верю и не видела пока ни одного идеального человека в своей жизни вот я такая же как и все что вам еще рассказать вот кто-то из-за войны выехать не может да ну давайте добавлю варю так как найти в себе силы закончить университет когда сил нет и хочется все бросить но нужно закончить чувствую что у меня синдром отложенной жизни ну синдром отложенной жизни это прокрастинация в жизни студента есть несколько кризисов они правда важны и когда я в каком двадцать первом году была на всероссийском студенческом конкурсе твой ход я работала на кафедре вот психологии и ребята разрабатывали проекты психологической помощи студентам потому что они сами все студенты вузов и прямо вот эти вот зоны напряжения в учебе они были отмечены в этих проектах первая помощь в адаптации студентов вот в этой новой среде в новой жизни в новом социальном слое потому что это уже человек который несет за себя ответственность его никто не заставляет делать домашнее задание его никто не садит за уроки его никто не будет жестко контролировать пришел он не пришел на лекцию и первый кризис студенческий это адаптация к новым условиям жизни в студенчестве второй кризис второй кризис это второй третий год это середина когда после общеобразовательных первых и первых курсов приходит специалитет когда уже изучается специальные дисциплины когда уже изучается сама суть профессии тогда очень многие студенты вдруг начинают осознавать что это не их профессия что им она абсолютно не нравится и здесь накапливается может быть какие то недочеты накапливаются проблемы в групповой динамике в отношениях со сверстниками с преподавателями и тоже очень часто дети слабые сдаются и уходят из высших учебных заведений и не менее важный кризис наступает перед окончанием учебного заведения вроде бы как заставлял заставлял себя учиться из категории на диплом получу а там уж как будет и вот вроде бы уже совсем близко этот диплом а сил совсем нет потому что нет уверенности что профессия нравится либо нет уверенности что в себе что хорошую работу найду по этому диплому либо запугали застрашили вот этим дипломом который надо будет защитить и что-то не получается может быть по теме диплома может быть по куратору дипломной работы может быть по набору какой-то опытной части в диплом и прочее прочее понимаю эти трудности бывают что нужно сделать ну как минимум сходить к психологу я не думаю что там нужно будет много сессий психологов можно найти недорогих я я не дорогой психолог но я и не дешевый психолог для студента я дорогой психолог никаких скидок для студентов у меня нет у меня извините мои пацанки которых я и так тяну слава богу больше я просто взять не могу бесплатников что можно сказать можно найти психолога достаточно хорошего ну где-то во-первых я предлагаю студентам искать студентов психологических вузов которым и так и так нужна практика да худо-бедно но они изучают теорию они изучают подходы они изучают техники они по крайней мере помогут разобраться в том что с вами происходит и если уже не поможет тогда уже идти к психологу найти ну тысячи за три одна консультация мне кажется это абсолютно возможно любому человеку оплатить такую консультацию и поговорить специалистом со специалистом разобраться в себе потому что то что вы я насколько понимаю ругаете себя что вот я ленюсь там я жопа ленивая я ничего не делаю там оторваться от дивана не могу я опять в этот телефон влезла и весь день просидела я там пошла к любимому другу в холодильнику опять что-то сожрала опять ничего не сделала ну в общем ищу отмазки почему бы мне это не делать почему мне не сесть за учебу в этом отношении просто перестаньте себя ругать просто скажите эту неделю я разрешаю себе ни хрена не делать вот просто не буду ничего делать я буду получать максимум удовольствия и взять и наоборот уехать куда-нибудь на лыжах на я не знаю на морюшка на неделю просто сменить климат уехать куда-то я не знаю в развлекательный центр покататься там на каруселях на том на сём вот сходите в какой-то океанариум на выставку на концерт сумасшедший какой-то где энергия будет переть вам нужно найти источник энергии который вам нравится вам нужно пойти без всякого стыда и чувства вины отдаться этому напитаться этим отдохнуть прям до хрипоты в голосе наораться на петься на танцеваться до мозолей что-то надо сделать такое что доставит вам максимальное удовольствие и вы увидите что силы наберутся и что вы легко сядете и не заставляете себя вот за все пропущенные там месяцы нагнать всё за один вечер сделать это всё не надо не надо потихонечку помаленечку в удовольствие я сегодня сделаю себе большой подарок я открою компьютер и составлю план работы а потом пойду и выпью чашку какао с молоком я какао не пью но вдруг кто-то любит вот ставьте себе цель позитивную и тогда путь к ней и сдел будет он намного приятнее то есть а выучу я сегодня раздел какой-то или подтащу я какие-то хвосты по какому-то предмету сегодня для чего не для того чтобы эти хвосты сдать а для того чтобы пойти с друзьями в киношку вот это сделаю и пойду в киношку всё хорошо в общем способов много техник много самое непродуктивное лежать и ругать себя за то что я лежу либо лежите и получаете от этого удовольствие либо подняли свою задницу и попёрли туда где весело где шумно где ярко где вот дыды 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 стены дрожат от вибрации музыки и удовольствия ну вот так наверное и закончите университет запросто просто даже не почувствуете пацанки восьмой сезон если будет то начнётся эфир как всегда в середине сентября так в беларусь пацанки меня не приглашают вот просто не приглашают вот так все едут меня не зовут посоветуйте пожалуйста как смириться со смертью собаки так же как и со смертью человека потому что если собака вам близка то безусловно вы её очеловечиваете и тогда вы будете проживать смерть собаки точно так же как проживает смерть близкого дорогого человека а это четыре стадии включая шок неверие поиск виноватого и с постепенным уходом в депрессию где вы не хотите больше собак на других собак не можете где она вам снится где вы смотрите тот угол где она сидела где вспоминает вот сейчас бы она полаяла вот сейчас бы она это сделала вот сейчас бы она то вот сейчас бы я с ней полежала А сейчас бы я с ней погуляла Это депрессия Никуда не торопитесь, горюйте, переживайте Вспоминайте свою собачку И постепенно, постепенно Выйдите на Это до полутора лет занимает И постепенно выйдите на Уровень Что может быть захотите купить Щенка или завести Или поехать В какой-то собачий приют и помогать Пока просто горюйте Пока просто переживайте И смерть близких Друзей Независимо от того, животные это Или не животные Она переживается одинаково Даже если это крыса, свинка Котик и все прочее Лагает, ну здесь видимо интернет Ребята, такой, простите, пожалуйста Я же на даче На фан-встречи В Беларуси Не зовут У них там другой организатор Меня, я этого организатора не знаю Он меня не знает И вряд ли он меня позовет Вот А девчонки сами Ну как они пригласят меня Так Что делать, если меня бросили все мои друзья Ну, во-первых, не называть их друзьями Если они вас бросили Во-вторых Понять, что вы не тряпка Не кирпич Не мяч Чтобы вас бросать Вы человек И отношения просто прекратились Что вам нужно делать? Вам нужно Понять, что в следующий раз Вам нужно выбирать друзей других И, конечно, нужно Разобраться с тем, что Что такого в вас Случилось, что вдруг Ребята от вас Отвернулись И перестали с вами общаться Может быть, вы слишком Назойливая подруга Может быть, вы Слишком Агрессивная подруга Ну, в общем, я не знаю Так Подруга ставит Мне выбор Дружить со мной Или нет Когда есть выбор Всегда выбирайте себя Никто не имеет права Вам ставить условия Это путь в никуда Вас будут всегда бросать И вам будут всегда Ставить условия Всегда Если вы Вот так будете Себя вести И если Чье-то желание Важнее, чем Ваше желание Мужем Мобилизовали Уже пять месяцев Он Там Как избавиться От плохих мыслей И настроиться На позитивное мышление Молитесь за него Молитесь И дай Бог Чтобы Он остался Жив-здоров Переживаю За каждого Погибшего Независимо С какой стороны Потому что Человеческая жизнь Это человеческая жизнь И Да Вопросы про Украину Опять идут сплошняком Вы знаете Жизнь в России Не сосредоточена На мыслях Об Украине Уж извините меня Ну не думаем Мы с утра До вечера Про Украину Ну нет У нас такого Что я утром Проснулась Думаю про Украину В обед Проснулась Ой Поела Думаю про Украину Вечером спать Ложусь Думаю про Украину Нет И новостей Практически Не смотрю Что думает Кира Про Украину Я думаю Кира Про Украину Не думает И все Так Влияет ли мое отношение К Что-то я пропустила Что делать Если любишь человека Но понимаешь Что отношения Абьюзивные А уйти не можешь Потому что любишь Очень Частая ситуация Знаю ее Я если честно Этим жертвам говорю Я понимаю Что вы не уйдете Вот жертве Нужно съесть Опять же Извините меня За мой французский Своё ведро Говна Вот с этим человеком И когда вот это Уже вот тут Будет выходить До тошноты До невозможности Когда Будет Выбор Перед Перед тем Что Я Я сдохну Никем Униженная И оскорбленно Или я Наконец-то Почувствую Что я больше Так жить не могу И тогда я уйду Не знаю Сама сколько раз И в терапии В семейной Пыталась Вытащить Этих жертв Из отношений Из-под абьюзеров Бесполезно Будут жить Пока Вот это Ведро Говнеца Не съестся Пока Вот Сам человек Это же зависимость Это Это зависимость Такая же Как наркотическая Алкогольная Это эмоциональная Зависимость От другого Человека Который Имеет Над вами Власть Он Имеет Эту власть И он И ее Использует На сто Процентов Вы в подчинении Вы не имеете Своей воли Вы не имеете Возможности Вынырнуть Оттуда Более того Там же все так Построено В абьюзивных Отношениях На том Что вам Каждый день Говорят Что вы никто Что вы ничто Что вы не справитесь Что вас никто Так любить не будет Что вы никому Не нужны Что вы там Тупая Кривая Толстая Худая Готовите Не так Убираете Не так И яичница Не та Детей воспитываете Не так Все не так Делаете И у вас же В конце концов Создается впечатление Что вы ничтожество Да Слово Это ничтожество какое-то Ничто Вот и все И тогда Страх оставить Этого человека Он безусловно Связан с тем Что вы В конце концов Верите в то Что вы никто И ничто Ну и только Когда И только Когда Уже Действительно Вот до тошноты То есть Это вот Ведро говнеца съели Оно уже Вот идет Назад Только тогда Есть возможность В один миг Вот так вот На раз Все оставить Уехать Уйти И больше Не возвращаться И плевать На все Вот Ну что еще Что тут Что тут Что тут Что тут Так Да что ж такое Волнуюсь ли я Перед съемками Всегда волнуюсь Но не так Чтобы у меня там Дрожали Колени Заикалось Или что-то Нормальное Нормальное Волнение Я знаете Я всегда Спасаюсь Тем Что разрешаю Себе Опозориться Вот И делю Ответственность Между теми Между собой На 50% И между теми Кто меня пригласил На эти съемки Вот И сама В себе Всегда говорю Ну не понравится В следующий раз Не позовут Ну Плохо сделаю Плохо Выступлю Ну Будут ребята Уходить Там люди будут Уходить С этой встречи Если это съемка В какой-то передаче Урежут меня Со всех сторон Покажут Вот столечко И все И просто В следующий раз Не позовут Я разрешаю себе Облажаться Заранее Поэтому Когда я выхожу С этим чувством Мне уже Пофиг Милю Чего Милится Да и все Что делать Когда соседняя страна Пришла в нашу страну С войной Ну Наверное Идти На митинги Что Писать мне Я же тут Главное решала По Войнам Все же От меня Зависит Так За Женьком Иногда Слежу Но в основном Нет Когда попадается Мне в сторис Тогда Смотрю Что он сейчас Где-то Что-то Мишель Скоро Возвращается В Россию Вот-вот И я знаю Что она будет На фанке В Беларуси Имейте в виду Что она Очень стеснительная И Вот то Что можно Принять За какое-то Ее такое Поведение Ну Слишком Слишком Вот такое Вот эмоциональное Это она Так стесняется Вот У Анечки Тихой Да У нее Достаточно Серьезные Проблемы Со здоровьем Но Она борется Она молодец Как научиться Доверять Да Не надо Вот С доверием Тоже много Работаю Что значит Доверять Хотели бы Переехать Жить за границу Ни за что Никогда Не уеду Из России Было Раньше Желание Поселиться В Италии Потому что Обожаю Итальянцев Было Желание Как-то Пожить Много В каких Странах Но Давно Уже Поняла Что нет Я Пригожусь Только в России В любой Другой Стране Я буду Старуха Из России Вот и все Я этого Не хочу Как Избавиться От сильной Агрессии И злости Я уже Довела себя До панических Атак Ну Как-то Агрессия Может довести До панических Атак Извините Не понимаю То есть Треснуло Кого-то По башке И испугалась Что ли Или как Или там Пробила стену Кулаком Увидела Что творится У соседей Испугалась И затрясло Как Ну За счет чего Не понимаю Если честно Панические Атаки Это страх Это неуверенность Это Отсутствие Опор Это отсутствие Ну Всего чего-то Это зашкаливание Уровня тревоги До максимального До того Что подключается Все тело Аритмия Начинается Потливость Ноги становятся И руки Как будто бы Ватными Ну Вот В общем Вот так От агрессии Избавляться Не надо Агрессия Источник Энергии Вам нужно Понять Как вы можете Проявлять Эту агрессию Ассертивно То есть Не нанося Ущерб Или вред Другим Как возникает Ваша агрессия На что Это реакция Если это Подросток То это очень Может быть Связано С гормональной Перестройкой В теле Это может быть С попыткой Повзрослеть За счет Самоутверждения Через агрессию Это может быть Ответная реакция На буллинг Это может быть Ответная реакция На унижение Которое родители Позволяют вам Ведь это Цепочка Цепочка Такая Идет Более сильный Обижает Более слабого Более слабый Еще более слабого Унижает Его обижает Агрессирует На него Еще более слабый Ну вот из категории Папа Нарал на сына Сын пошел В комнату Дал подзатыльник Младшей сестре Дернул ее За косу Там Или еще Что-то Сделал Сестра Пошла Дернула За хвост Кошку Кошка Пошла И написала Папе В ботинок Круг замкнулся Вот так Идет агрессия Ищет Более слабого И унижает В этом отношении Просто надо Понимать Если вы хотите Быть Если вы хотите Работать С собственной Агрессией То нужно Понять Кто Вызывает Эту агрессию И скорее всего Это будет связано С детско-родительскими Отношениями Что вам говорят Родители Или учителя Или там Старший брат Или сестра То есть Те люди Которым вы Ответить не можете В ответ На претензии И унижение Которых Вы Прячете В себе Эту агрессию А так как Она в вас Не помещается То вы ее На всех И вымещаете И тогда Вот так Вот на раз Вы агрессируете Злитесь И прочее То есть Отмотайте Цепочку назад И научитесь Разговаривать С родителями Высказывая О том Чем вы Недовольны Как они Не имеют Права С вами Обращаться Что они Не имеют Права Вам указывать И так далее И так далее В этом отношении Очень легко И просто Вы можете Избавиться От собственной Агрессии Но не до конца Потому что Потому что Агрессия Нужна Как вы Без агрессии Вы садитесь Есть Это уже Акт агрессии Вы уничтожаете Еду Вы Я не знаю Что-то стираете Моете Учите Там тоже Нужна агрессия Секс Без агрессии Невозможна Агрессия Это энергия Это яркая Энергия Которую Можно Как атомную Энергию Пустить Либо Во благо Либо На уничтожение Так Ну вот Заканчивает Вуз В голове Столько вопросов Ну Да Видите Почти Подтверждают Мои слова Про вузы Я говорила Про кризис И говорила Восьмой сезон Осенью Но Кастинг Идет Вовсю Те, кто еще Желает попасть Заходите На Портал Продюсерского Центра Ножи Канала Фрайда И Пятница Заходите В раздел Кастинги Выбирайте Кастинг На пацанке Заполняйте Анкету И ждите Ответа Вот Знаете В Советском Союзе Вопрос Прочитала Что Закончила Высшее Учебное Заведение Пришла На работу Как будто бы Ничего Не изучала В Совке Культуры Они считают Если дольше Проработали То они умнее Либо Потому что Преподаватели В университете Или в институте Учили вас Чему-то уж Слишком Теоретичному Что никак Не имеет отношения К практике Как вы Как вы Становитесь Кристине Шрифон Не знаю Шрифон Есть Кристина Желточенко Штрефонд Штрефонд Вот Замечательно К ней отношусь Яркая Девочка Сильная Собранная Энергичная Никому не даст себя В обиду Но Очень справедливый Очень Чуткий Очень нежный Человечек Кристина Очень талантливая Я вообще думала Что ее позовут Куда-нибудь Ведущей На телевидении Но как-то Видимо Телевидению Пока такой формат Не нужен А так Из нее Офигенная Ведущая На любое шоу Была бы Именно Из Кристины Штрефонд Страх будущего Ну это же нормально Мы же Всегда боимся Неизведанного Представляете Когда вы были В животике У матери Как вы боялись Родиться Ну там же Вообще непонятно Что вас ждало Ну как-то родились Как-то выросли А так Мы всегда боимся Будущего Именно по этому Мы ходим По всем Гадалкам Астрологам Нумерологам Чтобы хоть как-то Ориентиры в этом Будущем Выстроить На самом деле Ну а как вы Выстроите Завтра Непонятно Что будет Сегодня бы Разобраться И то Хорошо было бы Так Как смириться С тем Что тебя Бросили Родители С детства Непонятно Как бросили Куда бросили На дорогу Бросили В помойку Бросили Куда бросили Смерти Бояться Нормально Это нормально Бояться Смерти Потому что Смерть Она Неизведанная Но я Правда Не боюсь Я как-то Ее очень Уважаю Но мне кажется Вот если мы Будем разбирать Слово Страх смерти То там тоже Очень можно Найти Вот это Вот страх Неизведанного И понять Что Есть некоторые Моменты Когда В жизни Любого человека Когда Вот этот Экзистенциальный Страх смерти Он Доведен До предела Когда думаешь Постоянно Это бывает После того Как умер Кто-то из близких Или Чья-то смерть Вас очень затронула Сейчас очень много Неожиданных смертей Вот И поэтому Ну что Подумайте Чего в смерти Вы боитесь Просто подумайте Так Чего у нас Вот как всегда Не получилось Никого С самого начала Присоединить Вот нажала На кого-то Он отказался Этот человечек Родители С детства Бросили Еще раз спрашиваю Куда бросили Оставили Или бросили Прям вот так Взяли и бросили Или что Так Пересматриваю Пятый сезон Там психолог Просто садист Да мне кажется До меня Психологи Все были Няшечки Такие Добренькие Мне вот тут Вот После Эфиров Некоторых Седьмого сезона Писали Что Вы злая Стали Ну не знаю Кому-то злая Мне кажется Я адекватная Просто Вот и все В пятом сезоне Было два психолога Один в групповой терапии Один в личной терапии Это безусловно Никого не устроило И поэтому Искали одного психолога Поэтому вот Нашли меня И аж Два сезона Я была Так У меня мама умерла Смириться никак не могу Что делать Пожалуйста Помогите Боже мой Куда ушел русский язык Помогите Проверочное слово Помощь Помощь Помогите Смириться с тем Что ушла мама Невозможно В любом возрасте Это Страдание Это боль Это переживание Это очень близкий Родной человек И жить без мамы Очень тяжело Замены мамы Найти невозможно Но можно разрешить себе Быть счастливой За себя И за маму Можно каждый раз Думать Какой бы хотела Меня видеть мама А что мне нужно сделать Чтобы Чтобы Вот Память о маме Была Как-то Через меня Видна Людям Мне кажется Много Можно сделать Хорошего Чтя память Ушедшей мамы Ну вот Кому-то Настроение Подняла Как избавиться От давки Со стороны Окружающих В отношении Предназначения Будущего Не слушайте вы Никого Ну правда Потому что Все что говорят Другие люди Они проецируют На вас Свои желания Свои То есть Они бы так Хотели Быть Тем Они бы так Хотели прожить Жизнь Они бы так И они думают Что То что хорошо Для них Хорошо и для вас Но это не так Надо ли вообще Находить свое Предназначение В жизни В 18 В 20 В 25 лет Я считаю Нет Ну я честно Считаю Нет Потому что В 25 лет И в 20 лет И в 18 лет Человек не может знать Своего предназначения В жизни Я вот до пенсии Не знала Что мое предназначение В жизни Это психология Но у меня пенсия Ранняя Северная 50-летняя Но при всем При этом Нужно Не терять Интерес к жизни В любой момент И Вместо того Чтобы слушать других Послушайте себя А что хочу я А где мой интерес А что мне нравится Делать А что мне Приносит Наибольшее удовольствие И идти туда Получать профессию Если В 20 лет Вам приносят Огромное удовольствие Я не знаю Наклеивание ресничек И маникюрчик С педикюрчиком Займитесь этим Почему нет Через 5 лет Вы Осознайте Что вы хотите быть Я не знаю Кем СММ менеджером Или Хотите быть Инженером на заводе Или вдруг Вас увлечет Работа менеджера Вы учитесь И будете Никогда не поздно Учиться Никогда не поздно Менять профессию В современном мире Каждые 5 лет Вы Имеете право И даже рекомендуется Менять сферу деятельности Менять место жительства Менять работу Использовать работу Как трамплин Для самореализации Не себя использовать Для какой-то работы А использовать работу Для себя Для того Чтобы Я взяла оттуда Все самое вкусное Самое интересное И пошла дальше Или пошел дальше Вот И тогда Кто бы вам что не советовал Вы будете вежливо Кивать головой в ответ И говорить Да-да Я вас понимаю Это замечательное желание Стать инженером Или стать экономистом Или стать юристом Это замечательная Профессия Я не знаю Там Кто Айтишник Или еще кто-то И было бы здорово Если бы вы Мои милые Родители Дяди Тети Друзья Выучились На эту профессию И попробовали И попробовали себя В ней А я уж себя Как-нибудь Сама найду А я уж себя Как-нибудь Здесь И реализуюсь Так как хочу Так как мне нравится И пусть это будет Ваша ошибка И пусть вы пойдете Не туда Но это будет Ваше решение И ваша ответственность И тогда вы не сможете Сказать там Маме и папе Вот тебе диплом На пять лет Отучился Отвяжись от меня Все И пойти там На каточки пилить Или дворником Подметать Дворы Нет Все ошибки Будут ваши А значит И ценность выбора Будет ваша Ну а Те кто Сейчас Советует вам Что-то другое Ну Я не знаю Что Если они Советуют вам Что-то другое То пожалуйста Пусть сами И реализуют Скажите им Спасибо за заботу И все Так Что делать Если хочешь Покончить жизнь Самоубийством Покончить жизнь Самоубийством Слушайте Интересное занятие Да Сидеть и думать Какой я несчастный Как у меня Все плохо Никто меня Не понимает Никто меня Не любит Вот я сейчас Как умру Они все Поймут Кого потеряли Вот тогда Они будут Страдать И плакать Вот тогда Они будут Вот тогда Все Тогда им Будет конец Слушай Ну тебя-то уже Не будет Ты-то уже Этого Ничего Не увидишь И ты уже Ничего Не сможешь Изменить Или исправить Ничего И в этом Главный затык Снова родиться Тебе не удастся Поэтому Ну вместо того Чтобы пугать Всех окружающих И Жалеть себя Какой ты Или какая ты Несчастная Разнесчастная Подумай Что ты можешь Сделать С этой жизнью Подумай Как ты можешь Исправить Эту жизнь Подумай Что сейчас Здесь Ты можешь Сделать Такого Чтобы сказать Нифига Не добьетесь Я вам Я вам всем Докажу Я буду Счастье Я буду Такой Какой Я хочу Я смогу Добиться Чего-то Я вам Не через Жалость А через Успех Докажу Кого вы Потеряли И кого вы Не любили Вот и все Я не знаю Кто такая Моззе Монтана Честно Если выгорание Надо Отдыхать Отдыхать И менять Место работы Рисковать Уходить Куда-то В релакс Полнейший Съездить На Випассану Записаться На игру На Африканских Барабанах Покорить Верест Съездить В Дагестан Полазить По горам Нужно Сделать Такое Знаете Вот Есть Такое Такое Известное Произведение Барон Мюнхгаузен И там Вот есть Когда он Вытаскивает Себя Из болота За волосы Вот вам Нужно Само себя Вытащить Из болота За волосы Или самому Себя Я не прочитала От кого вопрос Так Заметила Что свои проблемы Я часто Преувеличиваю И не могу С этим ничего Сделать Это просто Происходит Слушайте Ну Во-первых Я точно Не могу Сказать Преувеличиваете Вы Или нет Вы Может быть Просто Переживаете Более эмоционально Чем другие И это Не значит Что Вы Преувеличиваете Свои проблемы Скорее Всего У вас Завышенный Уровень Тревоги И поэтому То что Для другого Такая фигня Для вас Это какое-то Расстройство Прямо Ужасное Из расстройств Но Это не значит Что ваши переживания Ничтожны Или незначимы Вы Такой Человек Вы Тревожный Человек Вам Правда Тяжелее Чем Другим Вот и все Вот Что еще Наверное Больше Сказать Нечего В общем Как-то Не отзывается Мне Вот это Преувеличение Проблем Так Как не зависит От мнения Мамы Да очень Просто Иметь свое Мнение Вот и все Ну Если оно Свое Мнение Есть Если вы В нем Убеждены То тогда Вы спокойно Выслушиваете Мнение Мамы И говорите Окей Согласна Это твое Мнение Оно имеет Право быть А это мое Мнение Оно тоже Имеет Право быть Оно может Быть неверным Не только Для мамы Но и вообще Априори Но при этом Оно Может Быть Твоим Путем Может быть Твоим Решением Может быть Твоей Ошибкой Не ошибкой Но это Все твое И Уходить Никакого Опыта Не наберешь Если не делать Ошибок Ну это Ясно же Как не Зависеть От наркотиков Идти В рехаб Идти В группу Анонимных Наркоманов Это Долгий путь Туда Занырнуть Очень легко Оттуда Выплыть Очень трудно Поэтому Нужна Либо Какая-то Встряска Грандиозная Из категории Сдохнешь Или Однажды Проснуться В собственной Блевотине И понять Что Ну еще раз И все И тебя не будет И одуматься Хотя бы На какое-то время А за это время Уже пойти Опять же И группу Анонимных Алкоголиков Или Наркоманов Или записаться В рехаб Именно вот В этот период Когда страшно Иначе Никак Добрым путем Или Заботой Ближних Еще никто Никого Не излечил Ни от наркомании Ни от алкоголизма Кто-то Подстриг Каре Каре Пишется Через А Каре Каре Это Квадрат Есть Строй Каре Есть Вырез Каре Есть Стрижка Каре Но в переводе Каре Квадрат Пишется Через А Если вы думаете Что я хорошо знаю Русский язык Я его знаю Только в размере Общообразовательной школы Ну и университета Конечно В 9 лет пережила Насилие В 14 Случилось Событие Которое Вернула Эпизод Насилие И мне Жалко Того человека Какого того человека Насильника Жалко Что ли Или что Я не понимаю Несколько раз Девочка Пишет вопрос И непонятно Что Что такое Эмоциональное Притяжение Сильное Это когда Эмоции Как магнит Притянуты К какому-то Человеку Как еще Объяснить Эмоциональное Притяжение Сильное Это зависимость Так Варя Ну правда Я бы добавила С самого начала Сейчас смысл Ты уже час Почти прошел Ну если хочешь Прям напиши Мы с тобой Организуем Отдельный Эфир Вечерочком Хочешь прям Завтра Ну завтра Днем Наверное Ну в начале Вечера Так Как признаться Родителям То что Любишь Девочек А кто Любит Девочка Девочек Или мальчик Девочек Любит Ну а Камин аут Нужно делать Очень аккуратно Камин аут Нужно делать Из Категории Понимаете Вы же Когда признаетесь Вам легче Становится Как будто бы Вы это Выливаете На родителей Тогда нужно Понимать Что испытают Родители Что испытают Близкие Когда вы В этом Признаетесь Каким шоком Это может быть Чем это Может закончиться Поэтому я бы Не рекомендовала Пока вы еще На сто процентов Не определились Пока еще Нет уверенности В том Что Вот это Ваша гендерная Идентичность Сформировалась Полностью Потому что Сейчас У Очень много Подростков Говорят Я лесбия Я гей Я там Еще что-то Просто потому Что понравилась Девочке Девочка Просто потому Что мальчик Нашел В другом Мальчике Опору Надежность Или еще Что-то Слушайте Есть просто Отношения Есть просто Близкие Дружеские Отношения Не переходящие В Сексуальную Идентичность Не переходящие В Половую Близость Есть просто Отношения Есть просто Некая Влюбленность Как в человека Что такое Сапиофилия Например Сапиофилия Это Любовь К Интеллекту Все равно Мужчина Или женщина Или есть Например Такой Такой Гендер Как Пансексуал Пансексуал Который Может Влюбиться И в мальчика И в девочку Влюбляется Он Во что-то То что Откликается Ему Ну я не знаю Там Может интеллект Может быть Внешняя Привлекательность Может быть Харизма Может быть Еще там Что-то Какой-то Интерес Общий И на этом Строится Сексуальная Близость Сложно Сказать Что это Прям Сформированная Более того Врожденная Какая-то Иная Гендерная Эдетичность Абсолютно Нет Не торопитесь Зачислять себя Ни в лесбии Ни в геи Ни в паны Ни в квирке Ни в кого Ни в бисексуальность Потому что Это очень серьезный вопрос Это Очень непростой Выбор И решение Если говорить Вообще О тех Кто мечтает Сделать Некую операцию То есть Называет себя Трансгендером Или кем-то То Здесь вообще Очень осторожно Потому что Можно исковеркать Себе жизнь Раз и навсегда Безвозвратно И Ничего хорошего Из этого не будет Если вы думаете Что Пары Лесбии Или Пары Ну вот Гомосексуалистов Счастливо И долго живут Вы ошибаетесь Крайне редко В однополых Отношениях Бывают Длительные Отношения Длительные Связи Очень часто Это что-то Такое Периодическое Со сменами Партнеров Со сменами Всего На свете И Очень редко Это длительные Отношения Яркая Влюбленность Да Яркое Возбуждение Да Как в любых Отношениях Но Гомосексуальные Пары Крайне Редко Долго Остаются В Одних И тех Отношениях Так С эмоциональным Выгоранием Я уже сказала Как справиться Синдром Отличника Завышенные Требования Но это же не ваши Завышенные Требования Правда Это же требования Которые Вас Впихнули Внедрили То есть Либо вы Сделали выбор Что вам нужно Завоевывать Любовь Родителей Своими Достижениями Своими Успехами И тогда Вы ничего Не можете Сделать С этим А каждый раз Пытаетесь Доказать Всем Всюду Что Вас можно Любить Что вас Можно Уважать Что вас Можно Ценить За что-то Вот Потому что Нормальный Человек Он Должен Разрешать Себе Ошибаться Нормальный Человек Он должен Разрешать Себе Что-то Не доделать Сделать Какой-то Неправильный Выбор Что-то Такого Сотворить Чтобы Потом Исправлять Вот это Вот Такое Немножечко Немножечко Нарциссическое Когда Если я Чего-то Не доделал Хотя бы Чуть Чуть То Ничтожество Я лох Я конченный И так далее Это Это же Из категории Почему Не пять Почему Не лучший Почему Не первое Место Вообще Непонятно И тогда Ребенок Старается Куда-то Вылезти Из штанов Выпрыгнуть Не ходить Гулять Вот Чтобы Родители Сказали Ты меня Радуешь Какой ты У меня Молодец Умница Сиди Занимайся Сиди Работай Пусть Там эти Дети Играют Они Нехорошие Так что Дел здесь Постоянная Тревога Что кто-то Следит За собой Ну Такие Параноидальные Мысли Потому что Страх преследования Это паранойя У Иосифа Сталина Была паранойя Хорошее Сравнение Правда Вот Как с этим Бороться Надо Понять Ну Короче Если Просто Сказать Нужно Повернуться К этому Страху Лицом И каждый раз Когда вы думаете Что кто-то Вас преследует Вам нужно Остановиться Прям вот Булки сжать Кулаки сжать И развернуться Каждый раз Убеждать себя В том Что никто Не Преследует Если Уйти Не Поворачиваясь Потому что я понимаю Что поворачивается Очень страшно Задать вопрос Ты с худым Или с добром Потому что Очень часто У меня такая История была Когда девочка Побеседовала Вот с этими Глазами Которые Неотступно Закрывала Когда он Выключен Потому что Боялась Увидеть Отражение Этих Глаз Нормально Вышла Нормально Не боялась Уже Потом То есть Самое главное В этом Встретиться С этим Страхом Лицом К лицу И спросить А что хочешь Вообще Что ты тут Следишь За мной Ну Наверное Последний вопрос Вышла Замуж Месяц Назад И чувствую Себя Как не В своей Тарелке Как поступить Ну Хочется Так сказать Найти Свою Тарелку Но Если честно Это период Адаптации Первый Месяц Когда Молодые Супруги Тащат Не имея Своего Опыта Тащат Родительский Опыт Свою Семью Ну Фактически Вы живете Не с мужем А Ваши Родители Живут С его Родителями Через Вас И очень Важно Вот в эти Первые Месяцы Выработать Свою Конституцию Семейную Что Вот у Твоих Родителей Мы будем Брать Лучшее И у Моих Родителей Мы будем Брать Лучшее А если Этого Лучшего Нет Мы будем Придумывать Свои Правила Потому что Я полагаю Что есть Некий Страх Повторить Родительскую Судьбу Вполне Возможно Что вы Улавливаете Слишком 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 Большую Разницу Между Менталитетом И Семейными Отношениями Своего Супруга К чему Он Привык Какие У него Требования И Своими Родительскими Вам Нужно Вот это Неявное Сделать Явным Обсудить С мужем И Понять Что же Такого Вы Можете Сделать Чтобы Не повторять Ошибок Ваших Родителей А создать Свою Маленькую Семейную Страну Со своей Конституцией И никого Туда Не пускать Никаких Родителей Ни его Ни своих И все Решения По общению С родителями Принимать Ходя Из общих Договоренностей Не из категории Вот Сегодня Моя мама Приедет Давай там Что-то Что-то А нет Мама ваша Не может Приехать Пока вы Это не Обсудили С вашим Мужем Или Мама Мужа Не может Приехать Пока муж Не сказал Мама Хочет К нам Приехать Давай Обсудим Насколько Она Может Приехать Что Она Будет У нас Делать И вообще Может Ли приехать И вы Принимаете Общее Решение Тогда Будет Намного Проще Вот Как спать При сонном Параличе Ну Мил моя Это уже Категория Клиники Здесь Я уже Ничего Не смогу Посоветовать Только У врача Спрашивать Все Мои дорогие Чтобы Эфир Сохранился Я вынуждена Завершить Его Варя А ты Мне Напиши И мы С тобой Может Даже Завтра Проведем Этот Прямой Эфир У меня Завтра Тоже Только Дневные Клиенты Вечером Я буду Посвободнее И мы С тобой Забабахаем Вот так Вот И Всем Будет Полезно И Тебе Будет Хорошо Давайте Все Пока Всех Люблю